всем добрый вечер вот потихонечку присоединяемся ну и как обычно спрашиваю слышно меня не слышно есть вопросы или нет вопросов давайте-ка вот еще вот так как обычно слышно видно спасибо спасибо ребят спасибо хорошо это там сегодня тоже у нас будет три темки небольших маленьких не маленьких таких небольших и я буду подготовку немножко хитрых вопросиком как всегда я же не мог просто так правильно вот поэтому как как вас ну как же вас еще не погонять если у нас осталось удвольки но сегодняшнее занятие завтра и на следующей неделе еще два все о первый вопрос хорошо давайте сейчас посмотрим его у нас сейчас телегу заброшу так ну что ж смотрим вопрос типа вы на воде автомобиля поворотачи правую ручь даты дорогу пешеходам да не зачем давать дорогу конечно сбивать их вот что ну кегли есть кегли на дороге конечно же конечно же конечно же конечно же значит ребятки естественно я так понял с регулировщиком у нас немножко беда давайте я сейчас сделаю такой вот финтик небольшой я сейчас закинул восьмой пункт нам опять сюда и найду там где у нас регулировщик вот найду регулировщика ребята и мы еще раз по нему пройдемся если вы конечно же не против я надеюсь на не против потому что почему если пешеходам красный ребята регулировщик стоит на дороге если если светофор красный то вообще поворачивать нельзя но стоит регулировщик пешеходы могут ходить перед лицом регулировщика вот параллельной либо за спиной у него переходить дорогу, по бокам они не могут переходить, то есть они могут переходить вот так, как зеленый у нас стоит вот как они стоят, вот так переходить, или с другой стороны точно так же, могут переходить то есть это разрешается им так, сейчас у нас восьмерка загрузилась я сейчас найду привычников где-то они у меня здесь там в самом конце вот так, светофоры так, регулировщики так, так так, так, надо короче, там где с пешеходами хорошо давайте-ка мы сейчас сделаем вот что ребята нет, регулировщики тоже знают сигналы, а конечно же обязательно, у регулировщика еще во рту свисток, есть такая штука для того, чтобы, не для того, чтобы пугать пешеходов а для того, чтобы привлекать их невниманием так, сейчас давайте-ка я еще раз закину регулировщика, вот смотрите сюда вот сигнал регулировщика для трамваев, смотрите, вот так, опа это для трамваев но здесь пешеходы смотрите где ходят пешеходы видите, колонки такие разбитые колонка для мотоцикла велосипеда, мопеда и автомобилей и показано куда можно ехать машинам откуда и куда трамваю, понятно через рукава регулировщика а пешеходы ходят за спиной регулировщика видите в таком положении ну это в таком смотрите, вот еще одна для пешеходов смотрите, как стоит этот самый смотрите, как стоит регулировщик точно так же, как и на картинке в телеграмме обратили внимание вот точно так же стоит регулировщик как и у нас в нашем вопросе где можно ходить пешеходам перед глазами регулировщика и за спиной не забывайте потому что я понимаю, что мы, конечно прошли регулировщиков там этот самый ну все вот эти вот положения куда им можно вот это вот да, вот это вот положение вот это положение прямо и направо вот это положение тоже прямо и направо вот это положение во всех направлениях вот это положение когда нам к шлагбауму перегораживает дорогу, мы это тоже прошли, вот это положение но тут не очень там можно сказать понятно здесь движение запрещено а вот это внизу, здесь на картиночке справа это как регулировщик может стоять на дороге, может стоять руками разведенными, палка вдоль груди, либо же вот так, спиной то есть вот они положения все положения регулировщика вот, и вот даже вот здесь просто уже указывается к какому сигналу это приравнивается, светофора, видите вот, пожалуйста, смотрите красный сигнал то же самое, вот пожалуйста, во всех направлениях вот регулировщик может стоять вот так, вот так или вот так, с рукой выделил или вот так, то же самое вот он может стоять как вот они могут стоять как вот он может как стоять боком может стоять, спиной или лицом то есть вот это вот все положения а мы должны знать, если регулировщик к нам стоит спиной пешеходы ходят за спиной регулировщика, либо перед грудью и обратите внимание трамвай, трамвай ездит сюда через рукава регулировщика так добрый вечер кто у нас подтянулся так я думаю с этим мы немножко разобрались да, если еще есть вопросы задаем да елки штыбалки я ж только же вас прогружал все е-мое так если вопросов больше нет ну что, может тогда начнем у нас сегодня три темы перевозка пассажиров перевозка грузов и боксировка то есть мы проходили обязанности пассажиров, пешеходов да обязанности это самое обязанности права водителей нет по поводу маршрутных остановки маршрутных транспортных средств да проходили ну а сегодня мы будем проходить с точки зрения что мы перевозим пассажиров вот дальше вторая тема у нас перевозка грузов и боксировка это если нас будут тащить и если мы кого-то будем тащить что для этого надо как это надо а потом вопросы у меня там собралось хорошо количество вопросов что-то в вашей группе я совсем не успеваю как-то так обычно я вообще все вопросы выдаю не почти все процентов 80 а у нас что-то процентов 60 никто не натягивается так ну что ж поехали первая тема перевозка пассажиров на экран и самая первая количество пассажиров перевозимых в автомобиле должно быть не более предусмотренной конструкции транспортного средства то есть вот такого быть не должно то есть положено в легковом автомобиле сколько 4 места пассажирских да пожалуйста и 5 водительское все больше вот так напихивать людей нельзя а было время я когда-то ехал даже в багажнике ну ничего ну тогда я еще это сам тогда еще у меня еще тогда да нет по-моему не было еще а может уже были ну это была молодость это было почти неправда так поехали дальше пассажиры не должны мешать управлению и ограничивать обзорность то есть вот такие как на картиночках вещи происходить не должны особенно вот на маленьком на маленьком рисунке на большом рисунке там нормальные пацаны решили приколоваться отдохнуть хорошо такая вот пожаре в ванной в таком с пивком далее перевозка организованных групп детей должна происходить при условии обязательного инструктажа как со взрослыми так и с детьми взрослыми сопровождающими так и с детьми вот я скажу так от себя лично вот я допустим могу понять провести инструктаж со взрослыми да ну по поводу того чтобы не допускать чтобы дети бегали по автобусу прыгали в окна выпрыгивали залазили на крышу автобуса и так далее лезли на руки водителю понятно это можно провести но как провести с такими детьми инструктаж они тебя будут слушать ну секунд 15 ну два ну пол ну 30 секунд потолок потом они опять будут на головах друг у друга садить я не понимаю ну факт есть факт есть значит надо проводить инструктаж далее перевозка только в светлое время суток перевозка организованных групп детей должна произвести только в светлое время суток не так как у нас когда-то было я вот помню нас возле вечного огня за органным залом да подъезжают автобусы часов в 7 в пол восьмого и давай толпа штурмует автобусы закидывает туда вещи там все дела целая куча детей пионерский лагерь едет на море сопровождающих человек ну 10 наверное и человек 30 детей вот так вот закидали вещи сумки провожающих повыгоняли вот полутрезвые полу нормальные позалазили в автобус и часов в 9 поехал автобус на Крым это в хорошие времена и в 10 часов он уже в Крым а как и плевать на правила дорожного движения так вот этого быть не должно дети организованная группа детей перевозится только в светлое время суток во время посадки высадки такого автобуса на дороге должно на таком транспортном средстве включаются обязательно аварийная сигнализация мигалки оранжевого цвета если они есть не выключаются то есть все служит для привлечения внимания водителей что автобус перевозящий организованную группу детей так дальше что обязательно должен иметь водитель водитель должен иметь категорию D и стаж минимум 5 лет только после этого разрешается перевозка организованных групп детей стаж 5 лет имеется ввиду либо на грузовых либо на автобусах неважно либо на легковых но не меньше 5 лет вот дальше пойдем поехали запрещено начинать движение до закрытия двери и открывать до остановки полной остановки транспортного средства летом у нас можно наблюдать такое что ну сейчас уже не так вы знаете сейчас уже а вот раньше помнится господи троллейбус подходит к остановке еще не остановится двери распахнулись ну не в час спит не тогда когда на подножках висят нет днем когда людей мало он подходит открывает заранее двери чтобы провентилировать слегка в автобус вот особенно летом когда жарко и начинает движение потом закрывает двери так поехали дальше как оборудовать места для сидения в кузове перевозка пассажиров для сображдения грузов во первых сидушки должны быть это обязательно 0,5 метра от пола 30-50 сантиметров от пола второе от сидения до верхнего борта не меньше 30 сантиметров должно быть вот на первой картиночке с правой стороны в кузове показано ну слева с левой стороны в железе какие-то лежат с правой стороны показана откинута лавочка так вот не меньше 30 сантиметров больше это приветствуется меньше нет грузовой автомобиль с бортовой платформы используемый для перевозки людей должен быть оборудован сиденьем закрепленными на высоте 0,3-0,5 от пола не меньше 0,3 от верхнего края борта сиденья расположены вдоль заднего или бокового борта должны иметь прочные спинки обычно ну обычно есть такие автомобили которые вот как вот здесь это груз показан а так обычно будочка вот в этой будочке лавочки поперек стоят вот ну а вот на военной технике используются лавочки вдоль бортов вдоль борта так далее запрещено перевозить пассажиров вне кабины автомобиля ну с этим понятно да вообще ребят я скажу так ну перевозить пассажиров в багажнике ночью ну это правило плохого поверьте мне это ну как минимум ну неэтично далее а так пошло запрещение где запрещено перевозить запрещено перевозить первое пассажиров вне кабины в автомобиле самосвал в кузове автомобиля самосвал дальше целая куча в прицепе автомобиля трактора вот показаны в квадратике грузовой автомобиль с прицепом в прицепе трактор с прицепом в грузовом автомобиле в кузове там где люди сидят практически выше борта и дальше самый маленький в кузовом в кузовом в кузове тот таскает прадо и говорит ты знаешь на некоторые подъемы еле-еле закарабкиваюсь говорит возьмешь на море я говорю да ладно сам сейчас буду таскать спасибо так далее в кузове грузового мотоцикла перевозить людей запрещено дальше пошли о детях детей ростом ниже 145 сантиметров или на 12 без детского сидения а также на переднем сидении автомобиля поехали на заднем сидении мотоцикла или мопеда то есть это я показал как это делать нельзя но исключение на заднем сидении мотоцикла без детского сидения вот оно детское сидение вот они организованные подножки закрепленные вот они ребенок сидит вот тут он за эти ручки привязывается тут просто под жилетом не видно в шлемы за шею короче за живот шутка конечно за шею не завязывают но здесь спереди привязывается ребенка то есть он в принципе сидит неподвижно на заднем сидении это можно вот таком вот кресле так ну и детей до 16 лет в кузове грузового автомобиля ну тут понятно почему детей до 16 лет вы же по самим понятиям помните какие вы были молодые лет в 13 14 помните в кузове что творили просто так сидеть невозможно было надо было кому-то обязательно плюнуть на голову кого-то дернуть за косичку кто-то кому-то леща залепил кто-то уже вылетел с кузова куда-то в сторону поля ой так что поэтому вот это запущено хотя при моем детстве грубо говоря у нас со школы вывозили в колхоз то есть у нас у нас такая была отработка мы ездили в колхоз петровская на старый сал там вот и там в принципе нас с полей привозили часто в кузове грузовика но в основном автобусами возили несколько раз их кузов привозили ладно и вот еще последнее организованное группа летей ночью перевозки запрещены так с этой темой закончили если есть вопросы задаем если есть вопросы задаем если нет вопросов поехали дальше вот вопросов нет прекрасно тогда поехали дальше сейчас перевозка грузов эти темки небольшие маленькие такие в общем сегодня поиздеваюсь чуть-чуть над вами в хорошем смысле этого слова поехали первое максимальная масса груза и распределение по осям определены заводом и сзальтовителем превышать эти величины запрещается то есть в данной ситуации нарисована фура как должны распределяться нагрузки на все оси на переднюю ось вот эти передние два колеса 11 тонн на задних два 11 а вот на три колеса прицепа полуприцепа 22 тонны суммарно 40 тонн ну тут это наши написали потому что считать явно точно не умеют я допустим уже насчитал 44 ну они подытужили что-то 40 нормально теперь груз перед началом движения надежно крепится и контролируется во время движения то есть груз мы должны четко-четко закрепить то есть не должно я скажу залег ну у нас там еще будет за легковые автомобили значит тут видите как показано стрелочками как груз должен крепиться то есть вот эти вот 0.8G 0.5G это законодинамики объясняю при поворотах при остановке при трогании курс какой-то самый груз не должен двигаться вперед назад вправо влево то есть крепится намертво для чего нам можно перевозить во-первых грузы в прицепе это раз во-вторых мы можем поставить багажник на крышу автомобиля и положить груз и учтите чем выше груз у вас над крышей тем больше шансов машине опрокинуться на повороте на любом повороте то есть центробежная сила вас наглухо машину положит на бак чем выше груз не создавать угроз за окружающим то есть вот так это делать нельзя фактически переднее колесо лево у него чуть ли не оторвано от земли и вот если он сейчас начнет поворачивать влево он ляжет на бок то есть это как бы делать так нельзя то есть надо этот камень положить в пустой кузов а уже потом засыпать всяким мусором этот камень они вот так как они показали далее не создавать угрозы окружающим ну вот такой угрозы ну это как одна из угроз далее не разрушать устойчивость транспортного средства ну так нормальные пацаны слегка нагрузили ну китайцы видать да иероглиф это где-то наворовали тащат не затруднять управление или ограничивать обзорность ну вот честно скажу вот такое я встречал вот такого плана я встречал это конечно бедненький москвичик но как-то ехал да скажу так ехал как-то с морем да ехал с моря вот я не понял только почему ну на скоростяке села жена что-то она сама видать подлежала уже к нашу Харькову подъезжая скоростная наша бетонка вот сидел справа уже пил пивасик вот и обгоняли мы Волгу ехала обычная старая 24-я Волга значит за ним тащил он с собой прицеп чтобы вы поняли если я вот допустим у меня метр ну грубо говоря метр 80 роста я стану если в этот прицеп то вот так руками я только за краюшек этого прицепа по высоте достану то есть вот такие борта нарощены на прицепе он зачехлен закрыт сверху приторочено пару мешочков еще на этом прицепе обвязаны ну обвязаны хорошо дальше багажник внутри багажника насыпью насыпаны то ли кабачки то ли ипотессон то ли капуста я уже точно не помню что так вот но это все придавлено еще мешками с чем-то крышкой багажника и крышка багажника привязана к фаркуку мертвого хорошо привязана дальше салон весь салон под самый потолок засыпан я же говорю капуста вот это вот всякое чекухой водитель сидит у него вот так сзади картоночка вот так и вот так картоночка переднем оседине нет заднем оседине нет все это засыпано до самого потолка вот этим вот этим самым ребята так нельзя во первых правого зеркала нет центрального зеркала есть только левое он не быстро ехал он по скоростяку ехал километров 60 не быстро но ребята если ты видишь что вот такая чепуха тебе мало этой машины ну продай ты ее вместе с этим прицепом и купи себе газель за такие же деньги и такую же старенькую и катайся там кузов громадный в тентованную влезет сколько хочешь метод вот такого поэтому ребята честно говорю ну не надо вот так вот напихивать дело в том что вы действительно вы очень рисковать будете очень рисковать вот как на картинке на вот этой вот которую я вам сейчас показывал это конечно это жесть конечно ну представьте себе вот такое вот то есть ну вот как вот человек загрузил москвичек вот этот этот самый полностью под самое не хочу во первых вы посмотрите на переднюю часть машины колеса практически отрываются от земли таким автомобилем управлять категорически тяжело во первых при поворотах вы будете грудить рулевое колесо вправо она будет ехать прямо влево та же самая картинка для того чтобы она поехала нужно нажать резко на тормоз резко ну резко такое быстрое нажатие она как бы клюнет вперед схватит асфальт ее кинет вправо именно кинет она не повернет ее кинет вправо ну куда-то годится ну за вот это я вообще молчу ну это не у нас это там где-то в Африке наверное скорее всего потому что судя по перемотанным лицам это скорее всего что там вот ну а там нормальные пацаны чтобы доехать ну так они же месяцами ждут а потом вот так вот все это грузится приторачивается мне только вот интересно у водителя лобовое стекло открыто или он там где-то дырку между баулов сделал вот как-то что-то это самое не закрывать фары фонари номерной знак ну тут вообще конечно жесть дальше не создавать шуб не загрязнять вот видите что-то машина валяется на боку зерновоз видите вот так вот слегка загрязнил дорогу ну вот вот так вот обычно у нас загрязняют дорогу ехал ехал высыпал подороги это я плевать дальше груз выступающий по бокам больше чем на 40 сантиметров а спереди или сзади больше чем на метр обозначается щитками неаборитный груз или красными флажками а ночью обозначаем фонарями белый оранжевый красный как они обозначаются у нас по-моему вот здесь на картиночке это будет да вот они грузы выступающие загрязнил спереди или сзади больше чем на метр или сбоку на 40 сантиметров больше чем вот такие вот щитки видите полосатые или же красные флажки вот ночью спереди белый фонарь сзади красный и освещает вот эти вот щитки щитки и боковые вот мы будем еще проходить эти щитки негабаритный груз у нас будет по-моему либо на следующем либо через одно занятие у нас будет пункт номер 30 я его называю кружок умелой ручки вот сделай сам вот там мы будем все это проходить я за ним буду расклад защитки так далее если груз совершенно более чем 2,60 метра выступает или выступает сзади более 2 метра по бокам 2,6 сзади больше 2 то перевозка только по специальным правилам то есть вот по бокам больше 2 метра выступает уже по спец правилам ну и сзади если больше чем на 2,6 то есть в данной ситуации видите как домик перевозит машина а фактически занимает едет по центру и это фактически все дорого то есть впереди должна идти машина сопровождения которая все на остальные транспортные средства движущиеся навстречу этой колонии грузовичков выгоняет на обочину контейнерозом по длине более 22 метров запрещено вот дальше для маршрутных тест более 25 метров вот они грузовик 22 больше 22 а в маршрутке больше 25 так ну вот такая у нас еще картинка есть ли масса более 40 тонн тоже запрещено ну наши возят и по 100 тонн особенно уборочные еще раз на русском одиночную ось 11 тонн не больше дальше сдвоенная ось 16 тонн вот видите я специально взял камаз один мост дальше средний и задний вот это вот сдвоенные оси сзади вот эти два колеса это сдвоенные могут быть стройные стройные это вот они видите три сзади ну или вот или вот она стройная ось 22 22 тонны если сдвоенная 16 то если стройная то 22 тонны ну и еще перевозка опасных грузов обязательно производства с включенным ближним цветом фар а также с мигалками оранжевого цвета вот ну и последнее тяжелая если крупногабаритная ближний свет и мигалка оранжевого цвета то есть вот она крупногабаритка у нас идет длинномер включен ближний свет фар и вот сверху мигалки видите оранжевые две штучки у него такие вот прикольные так с этой мы тоже закончили перевозка грузов если есть вопросики если нет чекаем что нет вопросов жду если нет пойдем дальше следующая у нас тема буксировка так ну судя потому что никто ничего не пишет данного вопроса нет хорошо хорошо тогда дальше следующая буксировка эксплуатация транспортных составов поехали самое самое первое давайте сразу буксирующий тот который тащит номер два это буксируем потому что честно сказать запутываешься и раз тот кто тащит это буксирует это один а yang кого тащит это два так вот данные сестры вот номер один может тащить номер два но у номера два может быть прицеп у номера один прицепа быть не может буксировка запрещена ну давайте это так это забежало вперед ну давайте самое начало возьмем буксировка разрешается при условии что сцеплены устройства, как у буксируемого, так и у буксирующего, исправные. Номер один, номер два имеют исправные буксировочные устройства. Будут таких вот буксировочных условий, такие проушинки. Что хочу сказать? Ребята, особенно когда покупаешь бушную машину, смотрят на все. Ржавая, не ржавая, гнилая, не гнилая. Смотрят переворачивалась, не переворачивалась, билась, не билась, ходовая, в каком состоянии и так далее. Все что угодно, не обращать внимания на буксировочные кольца. А когда вдруг надо будет запустить вас, завести с буксира. Ну, всяко бывает. А они разорваны. А легковой автомобиль, кроме как зато кольцо, зацепить больше не за что. Поэтому, не это самое, не поленитесь, загляните спереди под капот и посмотрите, какому состояние буксировочные кольца. Если они разорваны, да подейте в любую мастерскую, сейчас у нас стопа открывалась целая куча, к сварщикам. Оно там стоит копейки в 100 или 200 гривен, дадите, он это все дело красиво сделает, исправит, обварит это все дело, чтобы можно было вас тащить. Или вы, чтобы могли тащить. То есть, вот оно спереди буксировочного устройства, вот оно сзади. Ну, это вкручиваемое буксировочное устройство. Есть на других машинах, где бамперы немножко другие, то там другие. Это просто вот такая штучка, она вкручивается туда, а вот это вот крышечка, которая закрывает бампер. Дальше. Номер один должен быть без прицепа, а буксированный может быть не более чем с одним прицепом. То есть, слушай, говорит, тот, кто тянет без прицепа, но может тащить кого-то с прицепом. Вот что запрещено. Машина с прицепом без прицепа. Машина с прицепом, с полуприцепом, машина без прицепа. Вот эта буксировка запрещена. Дальше. Поехали. Гибкая сцепка. Ну, во-первых, есть гибкая, есть жесткая сцепка, есть с помощью частичной погрузки на опорное устройство. Вот. Гибкая сцепка должна определиться не больше, чем 4-6 метров. Обозначается сигнальными флажками красного цвета через каждый метр. Это если у вас просто красивая белая веревка. Сейчас, сейчас продаются в продаже буксировочные фалы. Вот эти вот они красивые, разноцветные. Они уже выполнены со световозвращающего материала. Вот на них можно не ставить вот эти флажки. Я помню, у меня тоже когда-то была веревка с этими красными флажками. Ну, представьте себе, погода мерзкая, грязная, мокрый снег даже с лужами под снегом. И вот представьте, вот так вот кого-то притащил я. Эта веревка вся мокрая, грязная, как я не знаю, вместе с красными флажками грязнющими. Притащил я домой кинули в машинку. А в машинку как кинешь? Там еще карабины. Пришлось карабины здесь снимать. Ну, хорошо, старая машинка, еще советская, там, кинули туда, она пахала, пахала, шмарила как-нибудь. Вытащил руками, доделал. Это, конечно, жесть была. Сейчас гораздо проще они. Все это возвращательные, из такого материала, из какого-то синтетического сделанного. Ну, такие, в общем, нормальные. На них не надо. Они ночью съедятся довольно-таки нормально. Дальше. Жесткая сцепка должна быть не более 4 метров. Не более. Буксировка на жесткой сцепке за рулем буксирового автомобиля нужно находиться в детстве. Кроме случая, когда конструкция сцепки позволяет буксировому автомобилю двигаться по траектории буксирующего при промолинейном движении. Это есть специальное сцепное устройство. Расстояние должно быть не более 4 метров. Запрещается буксировать автомобиль с недействующим рулевым управлением. Запрещается буксировка автомобиля в следующей системе. Однако, если фактическая масса буксируемого автомобиля больше, чем в 2 раза меньше фактической массы буксирующего, то буксировка на жесткой сцепке допускается. Есть специальная сцепка буксировка. Вот такая вот, ну я видел грузовые, сейчас уже легковушные есть, но они немножко другие. Там где отстегивалась рулевая тяга от рулевого механизма, прицеплялась, и когда передние поворачивают, то у заднего поворачиваются колеса по той же траектории. Такая прикольная. Ну давно-давно видел еще. Еще пацаном, когда выручился, потом, там вот ты тогда видел в первом мапе, там на тиканевке. Потом таких даже не встречал мнения. Вот. А обычно на жесткой сцепке, я же говорю, что обычно, если не работают тормоза, жесткая сцепка. Если не работает рулевая, никакой жесткой сцепки, только частичная погрузка. Или полная погрузка на платформу. Но если полная прогрузка, то это уже не буксировка. Так. Вот она. Смотрите. Гибкая сцепка, веревка. И жесткая сцепка. Вот такая вот конструкция. Видите? Вот она, жесткая сцепка. Тоже. Так. Вот этот способ частичный по-русски. Если не справа тормоза и рулевая, буксировка может быть частичный по-русски. Вот таким вот образом. Разводится. Далее. Может быть, без водителя ССМ-ку обеспечивают движение по траектории мемородиона. Ну, это вот такую сейчас сделали сцепку, чтобы не заморачиваться. Ну, и все. Вместо специальной. Вот такая может еще быть. Такая вот тоже, блин, жесткая сцепка. Так. Поехали дальше. Перед началом буксировки уйдиты должны согласовать подачу сигнала в остановке. Но, скажу так. Это взято из очень большой древности, когда телефонов не было. Поэтому договаривались, что если что, там я тебе посигналю там один длинный или там два длинных или пять коротких. Ну, такого еще не было. Вот. Сейчас просто позвонил Вася. Веревка оборвалась. Вернись. Я там стою еще. Ты уже, наверное, пару перекрестков проехал без меня. Вася разворачивается. Ё-моё. Говорит, я тебя потерял. Ну, потерял, значит, забирай назад. Понятно, да? То есть сейчас это с этим проще. Но вы должны знать. Дальше. Запрещенная буксировка. Если номерный, номер два без тормозов нет разницы в весе в два раза. Пример один 10 тонн, два, максимум 5 тонн. Вот. Вот так можно. Если первый 10 тонн, а второй 5 можно. А вот наоборот нельзя. Видите, вот маленький пикапчик тащит такой вот БелАЗ. Этого делать ни в коем случае нельзя. Ну, это так прикольчик. Приколюлись, пацаны. Вот. Хотя, скажу честно, когда-то очень давно, еще в 98-м году мы с товарищем как-то уже приехали домой. Вечерком поздно, было часов 12. Стояли. Возле дома перекуривали, как говорится. только-только подъехали. Позвонил Кум, надо поехать, было его в революционную туда, в сторону Волчанского забрать. Он на форт-транзите. На улице зима, холодрын. Одеваться некуда. Вот товарища Семьеварка, ну, правда, с Тайговским двиэтилем. Ну, что, поехали-поехали. Поехали мы ночью. Короче, приехали, нашли их. Ну, хорошо, что у него там мама была и жена. Мы их забрали к себе и все, что у них там были, было в автобусе. Запаска там, инструменты какие-то, там еще чего-то, вещи их нет. Мы себе все загрузили в бажик, потому что, если бы без этого, мы бы на гору в Старом Салтове его не вытащили. Это еще благодаря тому, что гора была без льда, необледенимшая. То есть асфальт. Ну, скажу честно, еле-еле затащили. Это при том, что по дамбе, можете себе показать, мы по дамбе ночью, два часа ночи, мы перли километров 120-130. Андрюша Лупасенко, товарищ мой. Я был в шоке. Я говорю, Андрюша, ты что с ума сошел, куда ты летишь? А говорит, мы на гору не выскочим. Дорога пустая, действительно пустая, никого не было. И мы на гору, на гору, еле-еле на первой передаче выкарабывались. Еле-еле. В Федоровке там уже проще было, она там затяжная, но мы вытащили его. Самое интересное понравилось, тогда на блокпостах, на всех окружных стояли блокпосты, вот эти вот посмотрели. Хотя дураку было понятно, что куда, 950 килограмм Жигули и, это самое, полторы тонны веса этот бусик, то на 600, по-моему. Куда тащить? Вот бусиком у нас можно, а вот обратно уже делать нельзя. Конечно, тогда, ну, деваться не было. Дело в том, что тогда не было, в 98-м год, тогда вызвать эвакуатор, это было просто нереально. Да еще ночь, это вообще было. Сказали бы, ждите до утра, до утра, они бы там бы позамерзали на ухо. Мы их так до Харькова еле отогрели. Так, поехали дальше. Гибкая сцепка в гололед запрещается категорически. Почему? Кстати, по поводу гибкой сцепки. Ребята, сейчас хочу рассказать одну маленькую вещь, чтобы вы как-то не попались на эту удочку. Понимаете, вот есть правило, да, запрещена буксировка на гибкой сцепке во время говоря, да. Но вам с этим придется столкнуться. Особенно у кого, ну сейчас, я больше не верю, что половины возражения нет. У половины. То есть, многие будут ставить машину на стоянку. Ну, представьте себе такая ситуация, да, особенно у девочки, да, и парни тоже. Вы ставите машинку на стоянку, вот только получили права, знаете, еще не сильно, вот, как бы, в себя верите, еще боитесь, не дай Бог, зацеплю там, а вдруг не получится. Ну, всяко там, да, вот там, сами себе наговаривайте гадости, и оно так и получается. Вы пытаетесь заехать, вот, за там, заехать вот в ряд, да, подходит к вам, там, бывалый уже, все, подходит, да, елки-палки, давай, я пока по команду туда-сюда, он командует, а вы не знаете, куда назад смотреть, или на него смотреть, он говорит, слушайте, давай я заеду, не переживай, господи. Сел за вас, хап, хап, заехал, все нормально. Другой раз вы выезжаете, он подходит, стой-стой-стой, что такое, у тебя не работает сзади стоп, давай, я посмотрю, может там лампочка, я поменяю. Открыл крышечку, хоп-хоп, пошевелил, заработал, все, можешь ехать. Как бы, да, или там вы выезжаете, ну, что-то не едет. Человек подошел, ага, вот это, вот это, срочничка вам снял, все-все-все. И вот ситуация, да, я примерно, ну, примерно, образно говорю, да, может еще чего-то там, где-то не заводилось, он помог там, да, не заводится, что же делать, не заводится. Человек подошел, да, говорит, все нормально сейчас, пошел, взял бензин на канистру, залил вам бензобак, бинька, она залилась. Вот. И вот представьте ситуацию, зима, холодно, снег выпал, укатанный, четко, междурядье укатано, конкретно. Вы пришли, там, да, шапка на машине, скребристый, жодчик, все дела, машинка прогревается, вы скребаете, все, и бежит этот дядя Вася, там, пожалуйста, выручи, блин, аккумулятор старенький, ну, сел, не тянет, смыкани, он сейчас заведется, не вопрос. Как откажешь человеку, который 10 раз, 20 раз тебя поворот, как ты откажешь, отказать, ну, невозможно, ребята, ну, это будет даже неприлично, вот в этих случаях, хочу на что обратить ваше внимание, отказать, конечно, да, нельзя, но не делайте ту ошибку, которую делают в основном все начинающие водители, во-первых, подъехали, выехали, задом сдали, все, он привязал вас, заметьте, у него открыто окно, окна, может быть, одно, может быть оба окна, для чего, он должен слышать, он может вам крикнуть, что-то, у вас тоже окно открыто, чтобы вы его тоже слышали, начинается движение, начинать надо медленно, медленно, чтобы веревка натянулась, и после этого вы его потащили, потащили вы его, машина дерганулась ваша, то есть он отпустил сцепление, сзади колесики, его начали, вернул вас, хорошо, увидели, клубы дыма, да, и слышали, что он завелся, вот здесь, ни в коем случае, не надо сразу тормозить, ни в коем случае, ни в коем случае, потихоньку, снизьте, выжмите сцепление, если механика, выжмите сцепление, пусть она катится, видите, что он вас догоняет, отпустите, отъедьте вперед, веревка должна натягнута, была быть, веревка провисать, не должна, то есть буксирует, ваш буксировочный трос, провисать не должен, и запомните, правила буксировки, останавливает сзади, тот, кого тащишь, вот он останавливает, себя и вас, нет, вы, конечно, можете ему помочь, но ни в коем, потому что наши, вот молодежь, вот молодые водители, да, он увидел, ура, за это самое, раз по тормозам, тот его только ляп, и дадал, почему, он завелся, он прогазовывает, машина работает неустойчиво, он бросает газа на глохте, чтобы она не глохла, ему приходится подгазовывать, вот, с высотным сцеплением, третьей ноги нет, тормозить нечем, ну хорошо, если человек, допустим, более-менее такой соображательный, сразу выключил передачу, да, вот, и левой ногой начинает потихоньку подтормаживать, а он тоже не успевает, он начинает торможением, и получается, врезается в вас, поэтому я же говорю, ни в коем случае резко не тормозить, увидели, что он завелся, ради бога пройти еще 5, 10, 15, 20 метров, 30 метров, пусть машины обе потихоньку остановятся, он может и не будет нажимать, но чисто без того, что вы его тащите, он будет останавливаться, и вы будете останавливаться, потихонечку, понятно, даже если вы остановились, веревка натянулась, назад чуть-чуть сдали, веревку сняли, все, вы поехали спокойно домой, он уже дальше машинка прогазовывал, потому что обычно советский автопром, его немножко заливать, его надо сначала разознать, чтобы вот это вот, оно прогрелось, потому что перепады вот эти, тут горячо, там холодно, естественно, машины, конечно, ну такие, вредные, вот, ну, пусть только он ее прогазует, она, значит, нормально держит, холодной ход, все, все, там он под сосиком, чуть поднял обороты, все, как бы, остановили, он отстегнул, вы поехали дальше, это нормально, я не говорю, что вы должны так делать, я говорю, что вам все равно придется это делать, я вам просто сейчас говорю, что буксировка в голове запрещена, но отказать человеку вы не сможете, это я вам говорю, ну, по себе знаю, потому, поэтому, говорю, как поступить так, чтобы не, не получилось, что вы сделали хорошее, а он вас бах и врезался, и получается, из нормальных отношений получились враги, этого не должно быть, тем более на одной стоянке, понятно, да, хорошо, поехали дальше, по поводу буксировки на, этой самой, на гибкой сцепке, в голове, понятно, да, далее, общая длина сцепленных транспортных средств, должна быть не больше 22 метров, забороняйте, за вами нет каких-то их выпадки, уколы порядок такого буксирования, узгурнанному нацполиции, все, вот она как раз и памятная, далее, так, вот, еще нюанс, запрещена буксировка, велосипедов, мопедов, мотоциклов, без бокового принципа, такими же мотоциклами, или же велосипедами, мопедами, это так нам говорят, право дорожного движения, чтобы было понятно, два велосипедиста, тащит друг друга, запрещено, два скутера, мопеда, запрещено, мотоцикл с коляской, тащит мотоцикл без коляски, запрещено, два мотоцикла без коляски, друг друга тащит, запрещено, мотоцикл с коляской, тащит мотоцикл с коляской, можно, если два мотоцикла с боковыми прицепами, и тот, и тот, буксировка, можно, Но без бокового прицепа запрещено. Хочу на что еще обратить внимание, чтобы было понятно. Я объясню. Когда-то очень давно, тоже по детству еще, по-детски, после 8 класса в Бурсу пошел. И там получилась так ситуация, что купил дырчик. Велосипед с моторчиком. Не сам велосипед, а купил сам моторчик, бензобак, ручки, сцепление. Хорошая штука сзади еще. Звездочка все в сцепе. Приволок ее в деревню с бабушкой. Ну, а что такое пацану 13-14 лет, елки-палки. Украина, у меня была велосипеда Украина, на Украину поставил этот моторчик, укрепил его. Сзади прилепил звездочку на заднее колесо, с другой стороны. Она с другой стороны ставилась. Бензобак ставился, такая капелька. Ну, я показывал на первом занятии, показывал велосипеды с моторчиком, вы должны помнить их. Такой-то такой велосипед. Мы с дружком поехали на речку. Ну, там, ну, не на слою поехали. Там, получается, речка купальна между двумя селами, между пролетарскими и чему живут. Ну, в общем, ближе к пролетарскому поехали. Да, потому что, типа, там вода чище, там, ну, там, короче, дорогу просто больше. И вот туда поехать, там надо было 300 метров или 400 метров проехать по песку. Ну, песок местами такой рыхлый, местами более-менее тверденький, но песок, есть песок. На велосипеде, я помню, педали ты маслаешь, маслаешь, все. Сил нет, встал. Или там, кинуло тебя, встал. И тащишь его в руках. Ну, я же, она тоже на дырчике, па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па, разкучу и дал, он пошел чуть с цеплением. А я, ну, можно и педальки какую-то нам помочь. Вот. Ну, я же, ну, нормально проехал, смотрел, а лыжик мой застрял. Я же, возвращаюсь обратно, говорю, давай, братан, прыгай, я тебя за руль. Он говорит, давай. Ну, и вот он меня за руль, я тронулся с ним. Его за руль, ну, разкул вдвоем, ну, метров 200, наверное, проехали, 250. возгорания, и он же воздушного охлаждения. Ребята, мы попалили себе ноги конкретно, потому что он же горячий. Как рыжий коралл кричал, дуй его нафиг, лучше бы я пешком бы шел. Я сам такой, дуй его, такие вот такие вот дыры. Вот так вот. Вот потому что можно упасть, вот поэтому тащить нельзя. Мотоцикл с прицепом у него он более четко стоит на дороге. То есть у него точек опоры 3, и он нормально. А вот велосипеды и лимопеды, они без бокового прицепа. Вот так вот поехали, поехали, даже до скорости 50. Сзади упал, вы пока остановитесь, он ноги себе обдерет до кости. Руки и ноги. А не дай бог мозгами вообще убьет его. Поэтому ни в коем случае не тащить одиночек вот этих вот. Ни в коем случае. Я еще помню, когда-то очень давно, тоже уже закончил полтора годишна. Я уже работал в АТП. И у нас в самом возле Жиле, где-то вот на Миловке, был магазин комиссионный. И туда раньше гаишники со всей Харьковской области у кого позабирали мотоциклы, без документов вот этого все. Они собирали это все в машины, привозили вот в этот комиссионный магазин. И в этом комиссионном магазине их продавали, выписывали справки, счет уже дать им мотоциклы, мопеды, машины, все что хочешь. Там машина продавалась, мотоциклов целая куча. И вот я там поехал с пацанами, с парами во все, ну он заводится, ну, говорится, ножки завелся. Ну я с силой поехал по тихому. Пацаны говорят, ну пойдем, потому что в трое мы не поместимся. Я, получается, поехал через пески выехал, уже студенческую переехал, и слышал меня на жопу, глянул колесо, пробил. Ну, насосик был, я попытался накачать его. Накачиваю, а ну что так, попробую ручным вот этим, как это велосипедным покачаем. Ну, покачал. И тащу его в руках, как хочу, потому что пацаны, бог же знает где. А я сам, он тяжелый тварь. Едет мой сосед, ну, с 2250 в автоколонию вместе работали, то есть все слесарь, он водил, водилой, а живем на поселке, жили на поселке рядышком. Толик останавливается, о, братан, что ты тут творишь? Я говорю, ты представляешь, купил себе такую технику, доехал, глядить колесо, где-то пробил. Он говорит, да давай сейчас закинем. Я говорю, может это шнурок? Говорит, это какой нафиг нурок? Так на самосвале борт приподняли, лопату они подставили, еще товарищ, напарник, мы его туда засунули втроем, я прыгнул в кабинет, он привез к дому, и мы его вытащили. Но не тащили, не тащили, лучшую проблему. Ну, пусть даже там с пробитым колесом, вот, ни в коем случае одиночки никто не таскает. Нельзя, ни в коем случае. Понятно, да? Так, поехали дальше. Что-то я как бы сильно вас на этом заакцентировал. Поехали дальше. Напричина буксировка автобусами. Исключение, если буксировочное устройство автобуса и прицепа от завода и затратителя. То есть, автобус, автобус буксировать не имеет права, ни в коем случае. Но, автобус может буксировать прицеп. Ну, вот такая ситуация, видите? Но, тоже, раньше такой фиги не было, если скажу честно. Вот, не было, автобусы, автобусами нельзя было ничего буксировать, честно скажу. Я скажу другое. Где-то с учениками вот по тому самому полондау в сторону Салтовки и перед мостом передо мной лаз. Лаз туристический, все, поворачивает передо мной и у него прицеп еще пол лаза, даже чуть больше. На трех осях такой, высокий такой же. Да у них, гай себе, еще глянул Донецкие номера, но это еще году, наверное, 2007-2008, вот так, шестое может быть. Думаю, ну Донецкие совсем уже оборзели, донецкие номера. Думаю, совсем уже нюх потеряли. Нельзя вот это делать. И еще никакой ученик уже, говорю, все. Ну раз увидели, второй раз увидели. На третий раз, короче, встречаю на Барбашова. Ну, с учеником последним я стал, высаживал на Барбашова, так как на сам базар и хозяй, поэтому перед академиком Павла на барике с 53-го ВКС. Я разворачиваю, все в карманчике остановлюсь. И вот мы стоим в левом ряду, пробка, рядом останавливается этот автобус. Ну, так, углы открыты. Я же водиле говорю, привет, уважаемый, там до сюда, говорю, скажи мне, пожалуйста, ты на автобусе едешь, да, прицепишь, буксировать запрещено. Я вижу, за несколько областей, говорю, а как ты, говорю, едешь? Ну, от сюда ешь бабла там пацанам на дороге, или как? Ребята, у меня ответ поразил. Это только наш, честно говоря. А знаете, что он мне сказал? Он говорит, я выбросил все сидушки, оставил только пять. Говорит, я и так больше пяти не вожу. Говорит, это самое, и оформил автобус, и оформил автобус, как грузовой, как КАМАЗ. Я обалбел. Представляете, это туристический, у которого под салоном, вот это, сбоку он открывает такие для вещей багажное отделение, он смешает, что там можно, ну, человек 20 туда сидя посадить и перевозить. Я обалдел. Думаю, вот это, вот это, конечно, ответ. Убрал все сидения, вот эти красивые, хорошие сидения, туристические, все, и делал к грузовик. Офигеть. А сейчас разрешили, если прицепное устройство выполнено заводом и изготовителем под определенный прицеп, да ради бога, ТОСКА, никто не против. Потому что, я скажу честно, даже, а если самопально будешь делать, самопально сделаешь, вот как вот на картиночке нарисовано, да, вот бусики, спринтеры идут, если это самопальный прицеп, то, во-первых, ты не прицепишь прицепное устройство, а то, как ты его прицепишь, что-то будет рвать и постоянно отрывать его. Поэтому, без смысла. Прицеп-то ладно, а прицепное устройство на самом бусе, ты его не приваришь, оно там не предназначено. И заводы, и вот эти вот немецкие, они специально делают так, что его прицепить не к чему, рама там такая хилая, что просто нереально. Поэтому дальше не задумывайтесь, если вдруг когда-то придется. Так, поехали дальше. Буксировка двух и более автомобилей или прицепов запрещена. Заболевайте отзывание в таких выпадках и порядок такого буксования узоржено с органами на спальцах. То есть, если узоржено, то можно, а если не узоржено, то нельзя. Следующий пойдем. Любая буксировка на горных дорогах в гололед. Любая. На гибкой, на жесткой. на сцепке запрещается. И поехали далее. Прицепы. По поводу прицепов. Прицепы должны соответствовать качу. Например, у нас были советские машины. МАЗ-53, ЗИЛ-130, 131, МАЗ-КАМАЗ-КАРАЗ. Все три грузовики. Вот я сейчас просто хочу, чтобы вы понимали. Вот, допустим, газон и ЗИЛовский прицеп. Запрещена такая буксировка. Вот ЗИЛ. ЗИЛ-мачок. Газоновский прицеп. Запрещена буксировка. Вот. То есть, прицепы разные. ОЗОМ, ГАЗ-53. Грузоподъемность такого, что там, 4 тонны. ЗИЛ-135 тонн. И уже нельзя менять прицепы. Если обращали, может, внимание, вот по весне начинают уборку вдоль бордюров. Знаете, грязюк вот тут чистят. И потом скидывают в трактора, в такие белорусики сзади с прицепщиком. Вот. Я когда-то видел, как этот трактор везет эту вот грязюку. Он едет, у него вот так прицеп. Вот так виляет. А представьте себе, вот такой прицеп поставить на... Так он едет за скоростью 35-40 км в час максимум. Максимум 40, то есть накрученный. А представьте, такой прицеп поставить на газон. Да он этот прицеп, он просто машину перевернет. Почему же их и не ставят? Только у каждого свой прицеп. Зилл-131 свой. Но хочу сказать так. У 131 и 130 у них заменяемые одинаковые прицепы. В принципе, одинаковые. Единственное, что на 130 они есть самосвалы, есть бортовые. Вот. У 131 только бортовые прицепы. Вот. Дальше. Автомобиль МАЗ. У МАЗа свой прицеп. Вот МАЗ. Грузоподъемность 10 тонн. И у КАМАЗа 10 тонн. Вроде бы, одинаковая грузоподъемность машины в общем-то похожа, да? Но. У каждого свой прицеп. МАЗовский прицеп. Вот он. Вот он просто как недоделка какая-то. МАЗовский прицеп. На КАМАЗ не подцепишь. И КАМАЗовский на МАЗ. Просто не подачат. Они просто перевернутся в машину. Ну, а у КРАЗа, естественно, как раз 12 тонн. У него свой прицеп. Вы что это понимаете? У КРАЗа свой прицеп. Поэтому прицепы должны подходить к своему автомобилю. Но, скажу так. Это что касается грузовиков. Что касается нас. Водителей легковых автомобилей. Потому как вы получили права категории Б. Водителей легковых автомобилей. Мы можем таскать прицеп. Стандартный. Обычный прицеп. До 750 килограммов веса. Все. Одноосный. Одноосный. Не надо никакой категории. Но если вы сядете на Ford Transit, допустим, или же на Т4, Т5, Volkswagen, транспортер. И к нему присобачиваете прицеп на двух осях. То транспортер вы можете управлять. Не вопрос. Ford Transit. А вот с прицепом на двух осях нет. Нужна будет категория Б и Е. А маленький прицеп к легковому автомобилю на стандарты. Да ради Бога. Да ради Бога. Можно смело. Так. Тема эта закончена. Вопросы. Если есть, задаем. Ага. Что-то за вопрос есть. А зачем научим то, что касается грузовиков? Ну, во-первых, хороший вопрос, Татьяна. Я объясню. Потому что, во-первых, эти вопросы у вас будут в билетах. Во-первых. А я вам в самом начале сказал, буду вас к этому готовить. Ну, не люблю я товарищей. Когда вот мои не сдают теорию. Ну, не люблю я этого. Вот. Это во-первых. Во-вторых. Вы же не забывайте, что полгруппы у вас ребята. И ребята молодые. Сегодня они получат категорию Б. Сейчас они покатаются месяц-два, годик-два покатаются. Тут им попадется вам хорошая мысль в голову. А ну-ка, почему бы не заняться грузоперевозками? Интересная мысль. Потому что у товарища фирма, а у нас грузовики, будем работать. Почему нет? Открыл категорию Ц и вперед. Блин, да ради бога. Ц, что-то у нас кратко. А я вам просто разжевал, как говорится, чтобы было понятно, что к чему и как. Вот и все. Ну, видите, Татьяна, вы мне задаете вопрос. Это не ко мне надо задавать вопрос. А тем, кто вот эти билеты написал. Кто написал книжку правил дорожного движения. Может, они мудаки, а? Может, они дебилы. Зачем нам вот вам, действительно, зачем это все? Да? Вот взять тупо, вот только, вот для легкового автомобиля. Да? А ездить по дорогам вы как будете? По своим собственным. Они там у вас такие, вот, планетарного масштаба. Только для легковой машины. Грузовиков нет, автобусов нет, микроавтобусов нет. Тягачи не ездят. Только легковые, только хорошо, красиво, разрисованные красивыми цветами, васильками. Нет, ребята, забудьте. Вы перешли, переходите в категорию водителей. Так вот, забудьте. Вас изначально, вот сейчас, вот сейчас, вас приучают к тому, что на дороге вы будете не одни. В розовике. Вы будете видеть, как они себя ведут. Хотя бы, чтобы знали, что если вы увидели, что вот такой придурочный прицепил какой-то прицеп, что попало, вытворяет, то не подлезь к нему хотя бы. Остаться в живых. Вот для этого мы их изучаем. И вы должны понять, что у нас еще, у нас еще, нету вот конкретно, прямо вот культуры, суперкультуры на дороге. Поэтому вам придется сходиться с очень большим хаосом. Вот поэтому и правила дорожного движения нас к этому же не готовят. О том, что мы на дороге не одни. Вот. Тем более, тем более, что книжечка правил дорожного движения, она одна для всех. Для категории B, для категории грузовых, для категории автобусов и для прицепов. Не поверите, даже для перевозки опасных, взрывоопасных грузов, она одна. Вот. Книжка правил дорожного движения. Их нет. Для B, для C, для D, для E. Она одна для всех. Вот поэтому мы ее и учим. А куда деваться? Вы уж извините, я так немножко паренезировал, просто, ну, хочу, чтобы вы немножко были, вот, ну, поймите, вам будет очень тяжело. Вы выйдете в город, вы увидите вот эти хамлоты, что там, их еще много осталось, поверьте. Не настолько у нас сейчас стал народ культурный. Не спорю, намного культурнее люди стали. Вот я с 90-х, вот, с 80-х годов смотрю, люди стали намного культурнее, но быдло еще хватает. Будьте просто к нему готовы. Вот. А, как правило, не только на грузовиках оно ездит. Вот. На легковых его тоже хватает. Поэтому, вот, этот билет, вот, вернее, вопрос, зачем это в билетах, а ребята потом, ну, в общем-то, как-то некорректно звучит. Тем более, из ваших уст мне как-то даже, аж как-то достало. Неудобно даже было читать его. Так, если вопросы есть, еще задаем, ребятки, прошу. У меня еще куча вопросов, а времени осталось немножко. Как нам запомнить устройство машины? Много вопросов о билетах. Вот сегодня я вас вам немножко закину. нет, нет, у билетов немного вопросов. Я сегодня дам эти вопросы закину, так что не переживайте. А там, это я вам так дал устройство, чтобы вы хотя бы образно понимали, потому что я вам скажу, девочки, вам будет очень сложно, когда вы приедете, нет, они не сложны, когда вы приедете в мастерскую, и вам будут мастера пытаться что-то начухивать. Вы должны хотя бы понимать хоть специфику, что-либо, как это выглядит хотя бы, как называется приблизительно хотя бы шарово, наконечник, рулевой, вот такого плана. Чисто так это для вас. Я скажу еще больше то, что сейчас очень сильно изменили правила по дорожному движению, ну, скажем так, обучение в автошколах. И я вам честно сказать, я вам дал по минимуму. Потому что, скажем так, там все столько этой гадости накидали, зачем она нужна, не понимаю. Никто ремонтировать не будет, вы понимаете. То есть, зачем им нужно, как производится ремонт автомобиля, ну, в личном, в личном гараже. Но надо, вы что, будете его ремонтировать, я его не ремонтирую. Я умею, я знаю, но я его не ремонтирую. Так, несложный. Поэтому я сегодня хотел это самое, закинуть в вам там перекрестки, у нас остались нерегулированные. И тех состояния. Ну, давайте начнем с тех состояния. Я же не против. Давайте сейчас начнем с тех состояния, а потом, если что, пойдем в перекрестки и хотел еще железнодорожный переезд. Так, Александр. Там был такой тупый вопрос. Что работает при отруйне газового в машине? Выйти на воздух, когда ты горячий выйдет на воздух и сделает штучное дыхание и ты еще еще. Александр, Александр, я вас прошу, ребята, у нас последнее занятие будет медицина. Вот там будет врач рассказывать про отруяние, про отруяние выхлопным газом, отруяние химическое отруяние. То есть там будет разный вопрос. Он будет рассказывать все то, что у вас будет, то, что вам нужно знать как водителя. Зачем мне сейчас вам это рассказывать, если там есть целая презентация на эту тему? Александр, я же прекрасно понимаю, что вы сейчас шпилите билеты экзаменационные. Там много разных вопросов. Но если мы еще не проходили, но я и так уже, я и так вот по вашей группе, я смотрю, я повторяюсь чуть ли не через раз, через тему. Давайте я это самую. Вот по данным темам задаем вопрос. А вот такие вопросы, которые мы не проходили, вы зададите, когда я отдам эту тему. Хорошо? Вот у нас будет медицина. Он вам расскажет, а потом вы зададите этот вопрос мне. Я вам объясню четко. А возможно, возможно? Возможно. Вы не зададите этот вопрос, потому что он вам ответит сразу. Понимаете, в чем проблема? Ну что ж, мне сейчас опять вам рассказывают, там целый врач светило, елки-балки. Ну хороший, кстати, врач. Это самое. Поверьте, я знаю, что это такое. Довольно-таки неплохо, четко, блин, красиво все разложил. Ну что ж я сейчас буду вам это все пересказывать? А потом давать вам это слушать? И что получается? Да вот вы один-единственный, а все остальные ваши ребята будут сидеть и слушать сами себе, как Татьяна говорит. А нафига мне это надо? Ты задаешь вопрос не по теме, а я должна это слушать. Понимаете, в чем прикол? Я считаю, это вот, ребята, чисто только так. Потому что вот время-то идет. Идет. Внимание на экран. Первая тема техсостояния ТЭС и оборудование. Первый вопрос. Шо, все, что ли? Да. А вы боялись, что будут страшно тяжелые вопросы? Молодцы. Правильный ответ. Ответ 4. Видите, как интересно. Правда? Хорошо. Вопрос номер 2. Да е-мое, блин. Черт. что, все, ответили уже, да? Да, правильный ответ, ответ номер 3. Молодцы. Хорошо. Вопрос номер 3. Как вы должны поступить, если во время движения отказал спидометр? помниться, кто-то там боялся за устройство в автомобилях. Что будут страшно тяжелые вопросы? Кстати, я не знаю, почему вы по тематичку не вскрываете? Вы же где-то решаете, все равно билеты. Почему не открываете вопросы по темам? Взяли бы, открыли по теме 31 и посмотрели, какие там вопросы вас ждут. Порешали бы. Да, правильный ответ, ответ 3. Молодцы, все правильно. Четко отвечаете. Ничего не могу сказать. Так. Вопрос номер 4. Кстати, я, по-моему, почти все вопросы сюда закидал. Их тут немного. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, по-моему, вопросов здесь. А может еще какие-то остались, несколько, чтобы 2, 3, 4, может, но не больше. При наличии какой-нибудь справности, разрешается эксплуатация транспортного средства. Вот скажите мне, откуда вы знаете, что правильный ответ, ответ 4. Вот откуда вы? Не работает стеклоподирование? Конечно же, можно эксплуатировать. Но не работает, а не работает. Раньше мужики как? Упало стекло, рукой достало, его отвертку, там, бам, засунули, и погнали. Да ладно, Ксения, интуиция. Нет, не интуиция. Просто прекрасно прочитали, что я же говорил, по поводу работы с запором, горловин топливных баков, механизм регулирования, регулировки сидения водителя. Ну, если у вас спинка отваливается, как можно управлять автомобилем? Вот. Тесты, висы, цей вопрос. Занимались потерью. Вот. Ну, так вот, я зашел, говорю, ребят. Правильный ответ, ответ 4. Молодцы, я ничего не могу сказать. Правильно ответили. Я не говорю, что неправильно. Нет, все ответили, все правильно, четко. Вопрос номер 5. По какому случаю, разрешается эксплуатация транспортного средства. Тоже вот, несложный вопрос, вообще несложный. Тем более, что я же рассказывал, что на автомобилях с заводом-изготовителем устанавливаются только противотуманные фонари сзади. А противотуманные фары, как правило, устанавливают уже здесь у нас на салонах. Как правило. Редко, когда завод-изготовитель устанавливают противотуманные фары. Ну, там, заказывали еще как-то. Тогда, да, нет, устанавливают они. Но, они и не устанавливают. Поэтому, все правильно, правильный ответ, ответ один. Все ответили четко, правильно. Отсутствуют противотуманные фары? Да, отсутствуют и отсутствуют. Ну, бог с ним. Я вам катаюсь без противотуманных и нормально. В этом случае, Эксплуатация разрешается. Молодцы. Варенит. Ответ один. Вопрос 6. Вы имеете право эксплуатировать легковой автомобиль при отсутствии Вот тоже. Видите, память у вас хорошая. Это я рассказывал про вот это вот во втором пункте номер 2. Это второй урок у нас был. Мы второй раз с вами встречались. У нас обязанности проводили механические транспорты. И мы четко запомнили, что на легковом автомобиле должны обязательно быть аптечка, а не тушитель знака для остановки, а на грузовиках и автобусах, и тракторах. Плюс к этому еще всему противооткатные упоры. Да, легковым. Да, ради бога. Правильный ответ. Ответ 4. Вопрос номер 7. При наличии какой-нибудь транспорта запрещено дальнейшее движение транспорта во время дождя или снегопада. Ну, это легко. Заметьте, 7 вопросов и ни один из вас не ошибся ни на один вопрос. Я считаю, это хорошо. Это приятно. Молодцы. Порадовали. Так, правильный ответ. Ответ 3. Молодцы. Хорошо. Или еще кто-то печатает. Что-то не пойму. Вопрос номер 8, да? Да, 10 штук у нас их. Разрешается ли с разным рисунком протектора. Ух, Аня, что там за 13? 13 ответов не бывает. А, исправилась. Молодец. Хорошо. Правильный ответ, ответ 3. Слушайте, ну, сами сегодня прямо аж неинтересно. Номер 9. Вопрос номер 9. В случае возникновения никакой неисправности запрещено дальнейшее движение даже до места ремонта или стоянки. О, как. 9, 9. А что такое? Слушайте, ну, правильный ответ? Ответ 2. Ну, последний по этой теме. Десятый. В каких случаях вам разрешится эксплуатация ТС? ТС? Продолжение следует... Шикардос Правильный ответ Ответ номер два Сами даже не интересно как-то Хотя наоборот неприятно Так Хорошо Поехали по перекресткам Нерегулируемые перекрестки Я вам обещал На прошлом занятии Что у нас мы их не успели Но сейчас будем попытаться успевать Внимание на экран Вопрос номер один Вопросы серьезнее начались Начали внимательно читать Каких это хорошо Так Спасибо за просмотр! Вот так Шо все что ли В остальном решу Чуть маловато Так Ксения А мне непонятно Обоснуйте Ксения Что непонятно Вот нерегулируемый перекресток У нас знаки уступить дорогу У нас знак уступить Мы сидим в отношении в которой у нас кабина Слева от нас белый Прямо красный Справа серый Как знаки стоят Этот знак уступить дорогу повернут к нам А рядом с ним квадратный значок Показывает направление главной дороги То есть на главной дороге стоит красный И серый автомобиль Они стоят на главной дороге Нерегулируемые перекрестки проезжаются Я рассказывал Бользуясь правилами правой руки В данной ситуации На главной дороге красный и черный Первым проезжает красный Потом вторым проезжает черный После него проезжаем мы Потому что для белого Мы являемся помехой справа И мы и белый находятся на второстепенной дороге Но для белого мы являемся помехой справа А эти два Они на главной дороге Поэтому первым проезжает красный У него нет помехи справа А у серого красный Является помехой справа Вот и все Вот я и рассказал Проезжая данный перекресток Мы должны уступить дорогу Красному и серому автомобилю Вот так А это понятно? Ксения Или еще непонятно? Да еще может объяснить Как-то по-другому Сейчас могу Легко Ну давайте представим себя Что вы сидите в сером автомобиле Вот который черный такой Ну тут его назвали серым Вот вы сидите в черном автомобиле И будете ехать прямо Ну там где белый стоит Красный у вас справа или нет? Почему они не могут вместе По главной ехать? Могут Но недалеко До центра перекрестка Либо черный врежется в красный Либо красный Врежется в черный А по правилам дорожного движения Мы должны пользоваться правилам правой руки Вот этот черный автомобиль Который серый У нас здесь в билетах Вот он Не может ехать до тех пор Потому что Красный Для него является Помеха Он должен помеху пропустить В данной ситуации Он подъезжает Пропускает красный автомобиль Дальше у него С правой стороны Помехи Нет правильно Аксистик Ксюша У вас справа красный автомобиль Мы пропускаем красный автомобиль Он проезжает У нас справа Никого больше нет И мы поехали спокойно Потому что белый И мы Вот где я сижу Да Вы сидите в черном автомобильчике А я в этом Вот Мы вас пропускаем, потому что мы на второстепенной дороге, а вы красный и черный, вы на главный. Вы сначала между собой разбираетесь, сначала проезжает красный, потом черненький. У меня справа помехи справа нету, потому что черненький уехал. Черненький для меня является помехой справа, тем более на главный. У меня помехи справа нет, но я для белого являюсь помехой справа. Поэтому третьим проезжаю я, а четвертым проезжает белый автомобиль. Ну вот так еще. Понятно? Наталья, у меня к вам вопрос. А давайте представим, вот вы видите картинку, красный едет прямо и черный едет прямо. Оба на главной дороге могут они одновременно ехать? И красный съезжает с главной дороги, и черный едет с главной дороги, но находятся они на главной. Вот, ладно, давайте не будем запиливать мозги, просто объясню. В данной ситуации, где главная дорога меняет на перекрестке направления движения, мы сначала разводим автомобили, которые стоят на главной дороге, потом разводим автомобили, которые стоят на второстепенной. В данной ситуации нам показаны автомобили на второстепенной дороге. Мы, пользуясь правилами правой руки, у красного помехи справа нет, у серого помехи справа есть красный автомобиль. Красный проезжает первый, второй проезжает серый, потом проезжаем мы, и потом белый. Белый проезжает последний. Так, с этим разобрались правильный ответ, ответ 3. Девочки, пожалуйста, если есть вопросы, вот по этому вопросу еще вопрос, если непонятно, сразу говорите. Лучше сразу скажите, потому что потом опять будет что-то непонятно. Я объяснил Наталье, Ксении, ну, чего вы молчите-то? Или все равно непонятно? Знак с треугольником, это наш. Он же к нам повернутый, Ксения. Знак с треугольником, он повернутый к нам. Смотрите, у красного стоит квадратик, ромбик такой. У серого мы не видим, но там что-то есть. И у белого там тоже какие-то знаки есть, правильно? Увидели вот это самое? Вот, а вот это то, что треугольник на нас повернутый, это наш знак. Он же нам говорит, что у нас главная дорога, получается, красный, черный, на главную она поворачивает туда. Обязательно, все нормально. Правильный ответ, ответ 3. Поехали дальше. Вопрос номер 2. О чем смутил-то вас, Ксения? Это знак направления главной дороги всего лишь. Вот это жирно, показано, главная дорога, как идет. Мы, получается, в этой главной дороге тоненькая полосочка. Все, ну, хорошо. Вопрос номер 2. Внимание на экран. Какой очередность будет согласно правилам дорожного движения? Ух, какой ядовитый зеленый автомобильчик. Ужас. Ну, правильно. Правильный ответ, ответ номер 2. Молодцы. Четко. Красиво. Так, вопрос номер 3. Внимание на экран. Как вы должны проехать данный перекресток? О, как. Ух, какой ядовитый цветик. Хороший зарисованный вот это все дело. Ксения, а что такое ноль? А, ну, это другое дело. А то я как-то удивлен, думаю, господи. Тут же все легко и понятно. Ну, что хочу сказать. Правильный ответ, ответ номер 2. Ну, а, не надо, Ксения, не надо спешить, мы что-то нормально. У нас ничего страшного. Ну, чуть дольше задержимся, ничего страшного. Так, правильный ответ, ответ номер 2. Все ответили правильно. Удивлял, удивлен. Но все отвечают правильно. Так. Так, вопрос номер 4. Яка червец прозы трансфандоданного перехариста? О, как. Ух ты, господи. Ну, вот, видите, как хорошо. Правильный ответ, ответ 1. И вопрос номер 5. Опа. О, как. Лариса. Лариса. Ответ-то какой? Пятый это вопрос. Ответ-то какой? Так. Ну, то другое дело. Так, ребятки. Ну, правильный ответ, ответ 2. Тут, конечно, само собой. Мы едем, мы для черного помеха справа. У нас помех справа нет. Тем более, шикарно. Ну, и последний вопросик номер 6. Поехали. Да, не сложные, простые вопросы, ребятки. Конечно, ничего не могу сказать. Вы, наверное, там сейчас отвечаете и смеетесь. Да, мы... Ром, вопрос шестой, не пятый. Молодец. Да все ответили правильно. Ну, что тут говорить. Молодцы. Хорошо. Следующая у нас тема по поводу железнодорожных переездов. Внимание на экран. Вопрос номер 1. Опа. Опа-ненький. Как я-то так без предисловий. Ух, какие вы ушлые. Я еще не успел вопрос прочитать. А вы уже к ответу. Правильный ответ. Ответ номер 1. Правильно. Дороги есть разметка. Значит, можно. Так, вопрос номер 2. Чем нужно руководство, взявитель ТС при проезде этого железнодорожного переезда? Как они говорят, дурацкий вопрос. Если не сказать больше. Да, правильно. Так, правильный ответ. Ответ номер 5. Правильно. Молодцы. Хорошо. Вопрос номер 3. Так. 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 Спасибо. Ответ. Ответ один. Молодцы. Все про это тоже написали. Слушайте, хорошо. Подготовились. Ладно. Внимание на экран. Вопрос четыре. А, это же уже было. Что ты, господи? Повторяется. Слушайте, я вы хитрецы. Я тут вас пытаюсь сбить всеми правдами неправильно. Вы не сбивайтесь. Молодцы. Это хорошо. Правильный ответ. Ответ номер три. Молодцы. Вопрос номер пять. Поехали. Какие меры должен предводить транспорт? В случае вынужденной станки до ЖД переезд, если не удастся освободить железнодорожный переезд. Не удается. Господи, не удастся. Простейший вопрос. Кошмар. А говорят, они замороченные вопросы дают. Наверное, замороченные вопросы не по серьезным темам. Ладно. Завтра что-нибудь придумаем посерьезнее. А что удивляться? Правильный ответ четыре. Все правильно. Вопросы на месте. Никого не сбил с Пантыреку. Они ближе пяти метров до ближайшего рельса. Молодцы. Это хорошо. Правильный ответ. Ответ один. Ну-ка. Седьмой вопрос. Вот он. Все-таки я вас выкупил. Выцепил всех. Всех. Вот оно. Вот оно. Вот оно, ребятушки. Я в шоке. Один человек только ответил правильно. В случае вынужденной остановки транспортно-средственно-железовом переезде водитель обязан негайно, не помню как переводится, немедленно, немедленно высадить пассажиров. Правильный ответ. Ответ номер два. И самое интересное ответила только один человек. Наталья ответила правильно на этот вопрос. Люди, вы что? Каких немедленно нужно высадить людей? А уже потом, потом послать туда двух человек, туда одного, туда одного. Ну, это самое, применять в житой заходе извинения по реестру. Это уже потом. Александр, я же объясняю. Сейчас я даже, чтобы было немножечко понятно, я даже расскажу где-то найти в самом интересном учебнике в мире. Вот. Пункт 20.8. Открываем правду, уже на сегодня смотрим. Читаю. В случае вынужденной установки транспорта, соответственно, на переезде, водитель обязан немедленно высадить людей и принять меры для собреждения переезда. А если это не вынуждено сделать, он должен. Но немедленно он должен высадить людей. Ну, в последствии, в билетах было так, ребята. Вот. В чем проблема? Хорошо. Ну, сразу вывыканал. Отобеду и дели. Ага. Значит, уже немножечко. Погодите. Сейчас закинем. Так. Так. Вот. О, как интересно. Самое интересное, что по этому вопросу я когда-то даже тоже спорил. И мне четко дали, вот, в ГАИ стояло высаду этой людей. Я тоже четко спорил, что нужно выкладывать обед в 10, обед в 10, потому что право же так записано. А мне четко сказали, что... Вот я написал, наверное, высадить людей. Вот и высаживаю. Я говорю, ну, ну, принесли же меры к освобождению переезда. Ну, вот так вот. И как интересно. Они у себя исправили, там, да, получается, на воде юга. Значит, и в ГАИ исправили. Потому что в ГАИ стояла высаду этой людей. Интересный вопрос. Ну, будем считать, значит, пусть будет вопрос номер 3. Правильно. Ну, знаете, нам у себя надо вот уже здесь отметочку поставить. Потому что... Нехорошо. Ладно, давайте последний вопрос, это на сегодня, так, для закрепления материалчиком. Ну, ладно, ну, что ж, обломался, значит, я. И так бывает. Видите, как... Что значит... Сколько? 6-7, 7 месяцев, 8 месяцев почти просидеть дома. Потом вот так вот появляешься туда. Там уже куча целых изменений, непонятно каких. Хотя при этом работают только... Работают, конечно, только с июня месяца. Более-менее. Да, интересно. Так, ладно. Сейчас закидываю вам вопрос. Последний. И будем работать. Поехали. Это у нас там какой вопрос? Если не ошибаюсь. Восьмой, да? Заморочки. Ну, шоу. Правильный ответ, ответ номер два. Молодцы. Не сбила вас с трамвайными колеями. Иногда такие вопросы, ответы, что смешные. Так, ну что. В принципе, молодцы. И меня погоняли. Я вас погонял. Ну, вас погонять всегда не получилось. Ну, как получилось. Так. Пишу домашние задания. И на сегодня будем потихонечку наразоприваться. Так. Почитать. Пункт. Пункт у нас сегодня 21. Так. 22. И 23. И повторите нам на революбчика все-таки по пункту номер 8. Ладно. С революбчика команда все равно. Пишу билеты. Так. Вот это домашнее задание. Если есть вопросы сегодня, задаем. По сегодняшним темам, по сегодняшним вопросам. Видите как, меня тоже можно, оказывается, загнать. Да? Интересно. А я же помню точно. Поэтому вопросы я задавал. Вопросы товарищам некоторым. Ну, ладно. Будем знать. Если есть вопросы, задаем. 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 Если нет вопросов, тогда будем на сегодня заканчивать. Осталось? Все. Тогда на сегодня. Всем всего хорошего. Спокойной, тихой ночи. Спокойного завтра. Нормального, тихого, спокойного дня. До завтра. Завтра, как обычно, 18.30. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok